всем привет с вами дмитрий русул и в этом видео я хотел бы поговорить о том как можно удобно выбирать дубли в мультиканальной записи используя объединение в группы итак у нас есть вот такая запись акустической гитары давайте послушаем то есть думаю идея понятно здесь я записал два дубля и можно предположить что я захочу где-то выбрать например какую-то часть из этого дубля из первого например какую-то часть может быть из этого дубля и что я вижу я вижу что на втором микрофоне напомню что у меня запись двух микрофонов было это абсолютно одна и та же гитара записано просто с двух микрофонов и здесь мне этот выбор не применяется то есть мне приходится как-то на глаз попытаться попасть в такой же выбор это очень удобно это еще чревато всякими возможно фазовыми искажениями на вот этих вот стыках если они будут не одинаковые ну то есть очень много нюансов которые не очень хороши если это будет так соответственно сейчас я все откачу обратно выберу здесь дубль 2 полностью здесь тоже я выберу дубль 2 есть способ гораздо удобнее для этого мы просто объединим эти треки в группы для этого я захожу в микшер выбираю этих два трека акустической гитары записаны с нескольких микрофонов и здесь создаю новую группу то есть закладки групп в микшере я выбираю группу у меня здесь нет пока в этом проект ни одной группы поэтому он по умолчанию logic предлагает нам группу первую создаем и слева у нас появляется вот такая закладка groups в инспекторе и здесь мы можем передать ей название и посмотреть настройки этой группы вот это очень важный тоже момент здесь очень много что можно сделать по умолчанию у нас сгруппировано эти треки только по громкости по мьюту и по режиму автоматизации то есть что это значит знать это значит если нажму например мьют на вот этой дорожке у меня он применится к этой дорожке то же самое наоборот это же самое касается громкости то есть я меняю громкость здесь она также меняется здесь и так далее здесь также может сделать при привязать панораму соло record это сайте тоже очень удобно потому что когда вы работаете с мультиканальной записью вы должны быть скажем так убеждены на сто процентов что у вас включена готовность к записи на обоих треках то есть я сейчас нажал готовность записи на первом микрофоне нажимаю записи понимая что у меня пишется только один микрофон а второй не пишется это очень неприятно это очень обидно особенно если речь идет о более чем двух дорожках то есть например если вы работаете записью мультиканальных барабанов где там может быть восемь-десять дорожек очень обидно бывает порой случайно не нажать на каком-то из треков вот эту кнопку записи и потом уже после записи понять что у вас вместо десяти дорожек писалось 9 у меня у меня например такое было это было очень неприятно поэтому я советую тоже объединяй группы перед записью и например оставлять только record и не был в таком случае у вас когда вы будете ставить готовность к записи на одном из треков у вас на всех остальных также будет включаться готовность записи то есть очень удобные настройки здесь все в принципе понятно здесь также цвет есть трек зум то есть мы можем менять масштаб отображения трека и их тоже связывают то есть я меняю масштаб на одном меняется на другом но все дом понятно посылы можно также регулировать одновременно на двух треках ну думаю с этим понятно и самое главное нас здесь сейчас интересует вот эта верхняя закладка editing то есть я сейчас выбираю editing и теперь я могу спокойно выбирать дублей и если я посмотрю сейчас на второй микрофон здесь меня абсолютно такой же дубль выбирается автоматически то есть все что я выбираю на верхнем микрофоне то же самое выбирается и на нижнем микрофоне на втором это очень удобно особенно опять же повторюсь когда вы работаете не с двумя дорожками с пятью шестью семью и так далее то есть это очень удобно и без этого я не знаю как вообще можно выбирать дубле поэтому если вы еще этим методом не пользовались обязательно воспользуйтесь то есть они абсолютно здесь слинкован и при этом сами дорожки сейчас данных данными настройками независим то есть я могу менять их по громкости я могу менять их разные панорамы то есть в этом нет никакой проблемы но выбор дублей у меня сейчас привязан друг другу то есть у меня с этим проблем никаких не возникнет я не будет такой что я случайно где-то на одной дорожке выбрал какой-то один аккорд она дорога на другой дорожке забыл его выбрать и остался от другого дубля то есть это чревато всякими мелкими проблемами а в случае с теми же барабанами это чревато также всякими фазовыми расхождениями и много-много-много чем еще вот вот в общем такой метод если вы им еще не обязательно воспользуйтесь а в другом видео я вам расскажу о том какие бывают сложности у такого метода и а еще дополнительных настройках при работе вот с группами и выбором дублей увидимся с вами в следующем видео всем пока